Всем привет! Это веб-камера FIFA NK420, я сам попросил китайцев мне ее заслать. Почему? Да потому что, во-первых, эта камера стоит в районе 2300 рублей, во-вторых, она дает картинку в разрешении 1440p, и в-третьих, на нее очень много положительных отзывов, и я бы подумал, почему бы мне самому не посмотреть, что это такая за вебка, что ее так сильно хвалят. Поставляется камера вот в такой вот прикольной картонной упаковочке, а в комплекте, да по сути, нету ничего, кроме лишь треноги. Хотя, с другой стороны, немногие производители кладут своим веб-камерам треножки. Пусть даже она совсем простая, вот эта вот гибкая, которая в фикс-прайсе продается за 50 рублей, но, с другой стороны, это все равно лучше, чем ничего. Посмотрим на саму камеру. Первое, что бросается в глаза, это то, что у нас есть заводская защита от посторонних глаз, от несанкционированной съемки, вот эта вот такая вот поворотная шторка. Причем, что интересно, эта шторка у нас съемная, то есть, если вдруг вы их совсем не любите, шторку можно вообще полностью снять, и камера будет выглядеть совершенно обычной. Но я лично не вижу в этом никакого смысла, почему? Потому что в закрытом, то есть, в состоянии, когда у нас камера открыта и шторка у нас убрана, она вообще никак не мешает, совершенно не знаю, чем она может вам мешать. Поэтому мне лично кажется, что снимать ее смысла нет. Спереди вебка выглядит абсолютно стандартно. Есть микрофоны, есть линза, причем не пытается повернуть объектив, он не поворотный, фокус здесь не настраивается. Встроено два светодиода зелененькие-красненькие, которые показывают, что идет запись и что камера включена. И, конечно же, ножка, которая у нас настраивается практически под монитор любой толщины. Можно, грубо говоря, хоть на телевизор поставить, есть мягкая прокладочка. Но самое интересное то, что снизу у нас есть штативная резьба, как раз для того, чтобы воспользоваться комплектной треногой, либо же поставить веб-камеру на любой другой штатив. Подключение осуществляется по обычному USB, естественно, микрофон у нас встроенный цифровой, то есть, в принципе, все выглядит достаточно неплохо. Давайте посмотрим, как она записывает. Вот так у нас записывает веб-камера FIFA NK420, максимальное разрешение. Записываем, естественно, микрофон самой веб-камеры. Раз, два, три, четыре, пять, вышла зряча погулять, принесли его домой, оказался он живой, съешь еще этих мягких французских булочек. Это у нас без дополнительного освещения, а теперь сейчас я включу кольцевую лампу. И вот таким становится изображение. Как я уже не раз говорил, от света очень сильно зависит качество картинки. Пока вы пишите в комментариях свое мнение касательно качества записи видео и качества записи аудио, я выскажу свое мнение. Ну, во-первых, на мой личный взгляд, не имеет смысла добавлять кучу денег и брать более дорогие веб-камеры, потому что все равно они по качеству будут не сильно лучше, чем от FIFA. На мой взгляд, качество здесь более чем достаточное. Гораздо более эффективно будет, если вы вложитесь в освещение. Взять хотя бы какую-то простую кольцевую лампу, любой какой-то светильник, который можно будет направить на себя. Поверьте мне, качество изображения вырастет в разы, гораздо эффективнее будет, чем если вы потратите эти деньги на более дорогую веб-камеру. Потому что все равно я еще лично не видел ни одной веб-камеры, которая бы снимала лучше, чем какой-нибудь среднестатистический современный смартфон, пусть даже из бюджетной ценовой категории. Короче говоря, на мой личный взгляд, K420 за 2,5, даже чуть дешевле 1000 рублей, на мой взгляд, очень-очень неплохой выбор, неплохой микрофон, достаточно чувствительный. То есть вебку, в принципе, полноценно можно использовать, не нужно докупать дополнительные микрофоны, особенно если речь идет о простом видеообщении, там, не знаю, какие-нибудь там зумы, веб-конференции и все такое прочее. Ну, это было мое мнение, а свое мнение можете написать в комментариях, не забыв оценить видео лайком или дизлайком, подписывайтесь на канал, жмакайте на колокольчик, если хотите одними из первых узнать о выходе нового видео. Ну, а меня по-прежнему зовут Максим, всем пока!